Четыре огня Ломтики лимона, крошки, крошки, чай. На кресле скомканный лист Юмористической газеты чертова кукла. Качается туман в головах, То в сторону несет на золотой остров Беспричинной радости, То бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязанные слова. Голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселые сволочи! А пушки-то стихли. А остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-та-там! Гитара. Арбуз не стоит печь на мыле, Американцы победили. Мышлоевский где-то за завесой дыма Рассмеялся. Он пьян. Рожают овцы под брезентом, Родзянка будет президентом. Ну, талантливые мерзавцы! Ничего не поделаешь! Елена, которой не дали опомниться После отъезда Тальберга, От белого вина не пропадает боль совсем, А только тупеет. Елена на председательском месте, На узком конце стола в кресле, На противоположном мышлоевской, Мохнат, бел в халате И лицо в пятнах от водки И бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, Стужа, пережитый страх, Водка, злоба. По длинным граням стола С одной стороны Алексей и Николка, А с другой Леонид Юрьевич Шервинский, Бывшего лейб-гвардии уландского полка поручик, А ныне адъютант в штабе князя Белорукова, А рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, Он же по Александровской гимназической кличке Карась. Маленький, укладистый, И действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским У самого подъезда Турбиных Минут через двадцать После отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, Четыре бутылки белого вина, У карася две бутылки водки. Шервинский, кроме того, Был нагружен громаднейшим букетом, Наглухо запакованным в три слои бумаги. Само собой понятно, Розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки, Терпения больше нет. Всем нужно идти драться, Потому что из занятий в университете Все равно ни пса не выходят, А если Петлюра приползет в город, Тем более не выйдет. Всем нужно идти, А артиллеристам непременно в мартирный дивизион. Командир полковник Малышев. Дивизион замечательный, Так и называется, студенческий. Карась в отчаянии, Что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо, сгеройствовал, поспешил. И где он теперь? Черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ам! Мышлоевский оказался здесь, Наверху. Золотая Елена в полумраке спальни, Передавальной рамой в серебряных листьях, Наскоро припудрила лицо И вышло принимать розы. Ура! Все здесь! Карасевы золотые пушки На смятых погонах Были форменным ничтожеством Рядом с бледными кавалерийскими погонами И синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского Мячиками запрыгала радость При известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан Сразу почувствовал, Что он как никогда в голосе И розоватой гостиной Наполнилась Действительно чудовищным Ураганом звуков. Пел Шервинский Эпиталаму Богу Гиминею. И как пел! Да, пожалуй, Все вздор на свете Кроме такого голоса, Как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы Это дурацкая война, Большевики, петлюра и долг. Но потом, Когда все придет в норму, Он бросает военную службу, Несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, Какие у него связи! О-хо-хо-хо-хо! И на сцену! Петь он будет в Ласкало И в Большом театре в Москве, Когда большевиков повесят На фонарях на театральной площади. В него влюбилась В жмеренке Графиня Лендрикова, Потому что, Когда он пел Эпиталаму, То вместо фа Взял Ля И держал его Пять тактов. Сказав пять, Шервинский сам повесил немного голову И посмотрел кругом растерянно, Как будто кто-то другой сообщил ему это, А не он сам. Такс, Пять. Ну ладно, Идемте ужинать. И вот, Знамена, Дым, Леночка, Пей вино золотая, Пей, Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, Что уехал. Проберется на Дон И приедет сюда С Деникинской армией. Будут, Звякнул Шервинский, Будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике Сербских квартирьеров. И послезавтра, Самые поздние, Через два дня, В город придут Два сербских полка. Слушай, Это верно? Шервинский стал бурым. Хм, Даже странно, Раз я говорю, Что сам видел. Вопрос этот, Кажется мне неуместным. Два полка. Что два полка? Еще по глотку. Ваше здоровье, Господа офицеры. Раз. И окончательный туман. Туман, Господа. Николка, Выпивший три бокала, Бегал к себе за платком, И в передней, Когда никто не видит, Можно быть самим собой, Припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского, Со сверкающей золотом рукоятью, Подарил персидский принц Клинок дамасский. И принц не дарил, И клинок не дамасский, Но верно, Красивая и дорогая. Мрачный маузер, На ремнях в кобуре, Красёв стейер, Вороненное дуло. Николка припал К холодному дереву кобуры, Трогал пальцами Хищный маузера в нос, И чуть не заплакал От волнения. Захотелось драться, Сейчас же, Сию минуту, Там, за постом, На снежных полях. Ведь стыдно, Неловко, Здесь водка и тепло, А там мрак, Буран вьюга, Замерзают юнкера, Что же они думают Там, в штабах? Я б вашего гетмана, Кричал старший Турбин, За устройство этой Миленькой Украины Повесил бы первым Хай живе вельно Украина Вет Киева до Берлина. Полгода Он издевался Над русскими офицерами, Издевался над всеми нами. Кто запретил Формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал Русское население Этим гнусным языком, Которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел Всю эту мразь С хвостами на головах? Гетман. А теперь, Когда ухватило кота Поперек живота, Так начали формировать Русскую армию. В двух шагах враг, А они дружины, Штабы. Смотрите, Ой, смотрите. Панику сеешь, Сказал хладнокровно карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто Понять не хотите. Вовсе не панику. А я хочу вылить Все, что у меня накипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра я уже решил. Я иду в этот самый дивизион. И если ваш Малышев Не возьмет меня врачом, Я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца Застрел у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся. И Николка стал колотить его по спине. Правильно! Скрипил карась, стукнув по столу. К черту рядовым устроим врачом. Завтра. Полезен все вместе, Бормотал пьяный Мышлоевский. Все вместе. Вся Александровская, Императорская гимназия. Ура! Сволочон! С ненавистью продолжал Турбин. Ведь он же сам не говорит На этом проклятом языке. Я позавчера спрашиваю Этого каналью, доктора Курицкого. Он, извольте ли видеть, Разучился говорить по-русски С ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, Как по-украински? Кот. Он отвечает. Кит. Спрашиваю, а как кит? А он остановился, Вытрущил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал, Слово кит у них не может быть, Потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много. В Беломорье киты есть. Мобилизация. Ядовито продолжал Турбин. Жалко, что вы не видели, И что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации За три дня до приказа. Здорово! И у каждого грыжа, У всех верхушка правого легкого, А у кого нет верхушки, Просто пропал, Словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, Признак грозный. И если уж в кофейнях Шепчутся перед мобилизацией, И ни один не идет, Дело швах. Ох, каналья! Каналья! Да ведь если бы с апреля месяца Вместо того, чтобы ломать Эту гнусную комедию С украинизацией, Он начал бы Формирование Офицерских корпусов, Мы бы взяли теперь Москву. Поймите, Что здесь, в городе, Он набрал бы Пятидесятитысячную армию. И какую армию Отборную, Лучшую, Потому что все юнкера, Все студенты, Гимназисты, Офицеры, А их тысячи в городе, Все пошли бы С дорогою душой. Не только петлюра бы Духу не было в Малороссии, Но мы бы Троцкого прихлопнули бы В Москве, как муху. Самый момент, Ведь там, говорят, Кошек жрут, Он бы Сутин сын Россию спас. Турбин покрылся пятнами, И слова у него Влетали изо рта С тонкими брызгами слюны, Глаза горели. Ты, Ты, Тебе бы, знаешь, Не врачом, А министром быть Обороны право, Заговорил Карась. Он иронически улыбался, Но речь Турбина Ему нравилась, И зажигала его. Алексей на митинге Незаменимый человек, Оратор, Сказал Николка. Николка, Я тебе два раза уже говорил, Что ты никакой остряк, Ответил ему Турбин. Пей-ка лучше вино. Ты пойми, Заговорил Карась, Что немцы Не позволили бы Формировать армию. Они боятся ее. Неправда, Тоненько воскликнул Турбин. Нужно только иметь Голову на плечах, И всегда можно было бы Столковаться с Гетманом. Нужно было бы немцам Объяснить, Что мы им не опасны. Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, Более страшное, Чем война, Чем немцы, Чем все на свете. У нас Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам. Вам нужен сахар, Хлеб. Берите, Лопайте, Кормите солдат. Поддавитесь, Но только помогите. Дайте формироваться, Ведь это вам же лучше. Мы вам поможем Удержать порядок на Украине, Чтоб наши богоносцы Не заболели московской болезнью. И будь сейчас Русская армия в городе, Мы бы с железной стеной Были отгорожены от Москвы. А Петлюру... Турбин яростно закашлялся. Стой! Шервинский встал. Погоди. Я должен сказать В защиту Гетмана. Правда, Ошибки были допущены, Но план у Гетмана Был правильный. О, Он дипломат. Край украинской. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, пусть 5%, а 95% русских, верно, но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же Гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли, Шервинский торжественно указал куда-то рукой, на Владимирской улице уже развиваются трехцветные флаги? Да, опоздали с флагами. Ну, да, это верно, несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима. Дай Бог, дай Бог, искренне желаю. И турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу. План же был таков, звучно и торжественно выговорил Шервинский. Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, Гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича. После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. — Император убит! — прошептал он. — Какого Николая Александровича? — спросил ошеломленный турбин. А Мышлоевский, качнувший с искоса, глянув в стакан к соседу. — Ясно. Крепился и вот напился, как зонтик. Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно. — Не спешите, а слушайте. Но! Прошу, господ офицеров! Николка покраснел и побледнел. — Молчать пока о том, что я сообщу. — Ну-с! Вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлял свита Гетмана? — Никакого понятия не имеем, — с интересом сообщил Карась. — Ну-с, а мне известно. — Тю! Ему все известно! — удивился Мышлоевский. — Ты же не ездит! — Господа, дайте же ему сказать. После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал. — Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить. Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал. — Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву. И прослезился Шервинский, светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. — Слушай, это легенда, — болезненно сморщившись сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю. — Убитую все, — сказал Мышлоевский. — И государь, и государыня, и наследник. Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил. — Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено, — спьяно сострил Мышлоевский. Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. — Витя, тебе стыдно. Ты офицер. Мышлоевский нырнул в туман. — Вымышленно самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть, виноват, гувернера-наследника, масье Жильяра и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма. — Да ведь Вильгельма же тоже выкинули, — начал Карас. — Они оба в гостях в Дании. С ними же августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если же вы мне не верите, то вот, сообщил мне это лично сам князь. Николкина душа стонала полной смятений. Ему хотелось верить. — Если это так, — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирай пот с олба. — Я предлагаю тост! Здоровье его императорского величества! Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлоевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках. — Пусть, пусть, пусть даже убит! — надломлено и хрипло крикнула она. — Все равно! Я пью! Я пью! Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции дно. Никогда! Но все равно мы теперь намучены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв... — Да здравствует император! Турбин крикнул и поднял стакан. — Ура! 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 Трижды в грохоте пронеслось по столовой. — На Руси возможно только одно. Вера православная, власть самодержавная! — покачиваясь, кричал Мышлоевский. — Верно! Я был на Павле Первом неделю тому назад! — заплетаясь, бормотал Мышлоевский. И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул. — Верно! И что же вы думаете? Кругом заплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула. — Идиот! — Жеды! Мрачно крикнул опьяневший карась. Туман! — Туман! — Туман! — Туман! — Тонк-танк! Тонк-танк! Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованное, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлоевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами поддерживал Мышлоевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» – прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос. И только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос – его собственный. «Николка!» – повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже! Боже! Как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином!» «Никол!» – хрипел Мышлоевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол! Помоги! Бери его! Бери так под руку!» «Эх-эх!» – жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги шаркой разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Тонг-тонг! Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетиками плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами и прядь волос танцевала над правой бровью. «Так, клади его!» «Хоть халат-то запахни ему! Ведь неудобно, я тут!» «Проклятые черти! Пить не умеете!» «Витька! Витька! Что с тобой, Вить?» «Брось! Не поможет!» «Николушка, слушай! В кабинете у меня на полке склянка. Написано «Лигур амонил», а угол оборван к чертям, видишь ли? На шатерном спиртом пахнет!» «Сейчас, сейчас! Эх-эх! И ты, доктор, хорош! Ну, ладно, ладно. Что, пульса нет?» «Да нет! Здорово! Отойдет!» «Таз, таз! Таз, извольте!» «А-а-а-а! Эх, вы!» Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Лена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его и два раза турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. «А-а-а! Снегу! Снегу! Снегу!» «Господи, боже мой! Ведь это нужно ж так!» Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел. «А-а-а! Пусти! Текс! Ну, ладно, пусть здесь и спит!» Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки!» «Слушаюсь!» Шерлинский медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване. «Не задруняйте! Я сам!» «Отойдите вы! Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна! Позвольте ручку поцеловать! По какому поводу?» «В благодарность за хлопоты! Обойдется пока!» «Николка, ты у себя на кровати!» «Ну, как он?» «Ничего, отошел! Проспится!» Белым застелили два ложа и в комнате предшествующей Николкиной, за двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная. И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капор обветшал быстро и странно в один последний год, и сборки осеклись, и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты, глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храб Шервинского, из книжной молчания мертвенного Мышлоевского и Карася. Елена была одна, и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окн. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позвольте-ка, что же я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались. Но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тот еще добрее, а вот старший. Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. Мой муж, сказала она, вздохнувши, и начала растегивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал, и щеки его осветили с жирным красным светом. Спрашивал. А что за человек твой муж? Мерзавец он. Мерзавец он. Больше ничего. Сам себе сказал турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались, ему и жгли его уже много минут. Мерзавец. А я действительно тряпка. Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор. А совсем по-другому. Но вот почему? А, черт! Да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия чести. Все, что не говорит, говорит, как бестронная балалайка. И это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Редактор субтитров А.Семкин